Добрый вечер, в эфире новости сейчас, в студии Игорь Антонов и коротко о главных темах выпуска. Все силы и средства на готове в Иркутском районе провели масштабное учение по подготовке к пожароопасному сезону. Каков вердикт? Поддержка семьи опекунов в регионе могут повысить пособия на содержание детей-сирот почти в два раза. Когда ждать нововведений? Ветхий и аварийный подснос. Потенциально опасные деревья начали обрезать в Иркутске. Какие территории в списке? Картины, которые приснились. Иркутская художница за основу сюжета в своих работах берет сновидение. Как это смотрится наяву, увидим в нашем выпуске. Переправа МРС Ольхон завтрашнего дня будет закрыта. Там образовались две крупные трещины, которые представляют серьезную опасность для движущегося транспорта, сообщают в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Работники дорожной службы сейчас ликвидируют вешки. Администрация Ольхонского района организовала движение судна на воздушной подушке. Оно будет курсировать от паромной переправы. Спасатели настоятельно рекомендуют не выезжать на лед, на автомобили и не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров. Тем временем в области уже начали готовиться к ежегодной весенней угрозе и лесным пожарам. В районе поселка Плишкино сегодня собралось немало специальной техники. Староста деревни заметил в лесу термоточку. Огонь грозит перекинуться на жилые дома. По такой легенде прошли масштабные командно-штабные учения. Плановый облет вертолета дал информацию. В лесу два природных пожара и пал сухой растительности на общей площади 250 гектаров. Условный огонь действует на границе Иркутска и Иркутского района и двигается в сторону поселка Плишкино. К месту происшествия сразу выдвигается наземная техника. В операцию участвуют различные службы и ведомства. Десантники Иркутской охраны лесов, Министерство обороны, авиации МЧС России, пожарные федеральные и областной противопожарных служб, медицинокатастрофы, полиция. Ведь поселок на границе с лесом для региона не редкость. На территории области около 100 таких населенных пунктов. Поэтому этот риск на территории области у нас в целом наиболее актуален. И поэтому в случае именно отработки действий всех служб, взаимодействия, вопросов организации связи, вопросов привлечения достаточного количества сил и средств, вот в этой связи и проводятся мероприятия именно практически. Помощь в ликвидации условного ЧП оказывают и с воздуха. Вертолет доставил груз с запасом продуктов и средств пожаротушения, а позже емкости с водой. Такие учения должны помочь руководителям на местах понять, что нужно сделать до того, как наступил пожароопасный сезон. Мы должны сегодня выработать понятный алгоритм для глав тех мероприятий, которые должны на уровне муниципалитетов быть сделаны, чтобы главы были защищены, скажем так, юридически по тем мероприятиям, которые мы должны провести. Это касается уточнения сил и средств, это касается вопросов взаимодействия. Командно-штабные учения на территории области продолжаются. Процент 28 марта они пройдут в Братском районе. Виктория Малая, Анастасия Байдракова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Вернуть зимнее и летнее время. Такой законопроект в Государственную Думу России внес депутат от Единой России Андрей Барышев. Пояснительность записки к документу говорится. Ежегодно в 2 часа ночи в последнее воскресенье марта стрелки часов должны переводиться на час вперед, а в 3 часа ночи в последнее воскресенье октября на час назад. Это позволит ввести более благоприятную систему исчисления времени. В предполагаемом законопроекте Барышев сослался на исследование, согласно которым в России в результате сезонного перевода времени ежегодно экономится не менее 2,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Также принятие закона позволит снизить количество ДТП за счет смещения основной интенсивности дорожного движения на более безопасное светлое время суток и обезопасит граждан на улицах в вечернее время. Правда, законопроект не рассматривался ни одним из экспертных советов. Также депутат не уведомил фракцию, хотя это положено по регламенту. И законопроекты, которые не прошли эти обязательные процедуры, обычно не поддерживаются. Как помочь людям, чтобы они не уезжали из села? Один из инструментов – социальные выплаты. На них можно построить дом или купить готовый. В этом году такую поддержку от правительства получат 256 семей в Иркутской области. Причем программа действует уже не первый год. С новоселами, будущими состоявшимися, познакомилась Анастасия Байдракова. Ему говорят, что 160 лет, это бабушка говорила. Это еще когда жива она была. Сейчас вот не знаю, ну сгнил он низ весь вообще основательно. Вот жили и вообще мерзли зимой. Сейчас вот новый дом построили, в новом живем. Старый дом пока стоит на участке, приспособленный под гараж. Новый сруб хозяин сложил сам, а вот с отделкой помогло государство. Кухня. А отделку как выбирали? Отделку по старинному, как сказать-то, как старину делали, то что сыра, штукатурка, самые теплые вещи. В молодой семье трое детей, старшему девять. Так что переезд из полуторакомнатного дома был необходимостью. Тут это мальчишки, но тут еще не доделано. Это еще вот все лежит там, это еще вся мебель, елка с Нового года, так сказать. Это дочь и наркоминат. Ну то есть еще в процессе осталась мелочь. Электричество там это, ну и мебель всю собрать. Первыми в списке на социальную выплату от государства стоят молодые семьи и молодые специалисты, которые работают на селе. Алексей, например, уже 15 лет тракторист-машинист большого предприятия. Денежную поддержку получил в 2016-м. А его коллега Константин Сыровацкий год назад. Сейчас в новом доме Сыровацких заканчивают отделку. Как потеплеет, можно будет переезжать. В семье также трое детей, так что выплату рассчитывали на 5 человек. Получилось больше миллиона. На этой неделе свидетельство о социальной выплате получили еще 47 семей из 17 районов Иркутской области. Документы вручили в торжественной обстановке. Получили сегодня сертификат. Мы этому очень и безумно рады. Поэтому передать эмоции наши просто невозможно. Это большой вклад на развитие наших жилищных условий, конечно же. Там малыш нас ждет, радуется так же. В 2019-м объем финансирования на эти цели увеличен и составит 290 миллионов рублей. Из них 160 миллионов федеральных средств. Сейчас Министерством сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос о разработке национального проекта развития сельских территорий. Мы поддерживаем эту инициативу и со своей стороны можем сказать, что устойчивому развитию сельских территорий в Иркутской области будет уделено самое пристальное внимание. За 5 лет реализации этой программы хочу вас проинформировать о том, что уже выдано 938 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности. И в том числе обязательно условие, что из всего объема выданных свидетельств не менее 70% должно быть выдано молодым семьям и молодым специалистам. Умные, активные, талантливые должны оставаться в своих родных деревнях и селах, чтобы их малая родина развивалась. Это мое. Это надо родиться просто в деревне и жить. А то, что куда-то переезжать, это тяжело. Даже морально тяжело куда-то переехать. А здесь семья, трое ребятишек, жена красавица. Лучшего ничего не придумаешь, жизни не захочешь. Анастасия Байдракова, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Почти в два раза могут увеличить ежемесячную выплату на содержание детей-сирот в Иркутской области. И тогда, к 2020 году, размер пособия переравняет к величине прожиточного минимума. В первом чтении законопроект сегодня приняли депутаты на сессии Заксобрания региона. Более подробно об этом и других важных вопросах Яна Романова. По последним данным, в Иркутской области более 16 тысяч детей-сирот. Регион продолжает лидировать по этому показателю среди субъектов России. Поддержать замещающие семьи может обеспечение выплаты на содержание сирот. Сейчас ее размер чуть больше 6 тысяч рублей. Это почти вдвое ниже, чем прожиточный минимум. Приравнять к нему размер пособия депутаты предлагают поэтапно, к 1 января 2020 года. Мы сегодня сделали первый шаг, когда довели до прожиточного минимума. Это всего будет 10 тысяч 200, это на юге 10 тысяч 300. Все равно это низкие цифры. И вот следующая наша задача, что мы должны повышать и прожиточный минимум для детей. Тогда мы будем поднимать. Мы в законодательном собрании уделяли и будем уделять совершенствованию законодательства в области социальной защиты наших жителей. И десятилетия детства, объявленные президентом, то, что прошло через послание президента, от которого я был свидетелем, и то, что зафиксировано в майских указах, нас подводит к тому, чтобы мы дорабатывали наши законы, чтобы поддерживать институт семьи, наших детей, особенно в социально незащищенных семьях. В социальном блоке вопросов тема создания новых мест в школах Иркутской области. Федеральная программа рассчитана до 2025 года. Президентам поставлена задача, чтобы к этому моменту все общеобразовательные организации работали в одну смену. Для нашего региона проблема острая. Только в одном областном центре необходимо создать еще 50 тысяч новых мест в школах. Вторая проблема, которая тянется вслед за первой, если все школы у нас переходят работать на односменный режим работы, то каким образом изменится проблема дефицита кадров. Еще одно важное направление ежегодно на сессии парламентарий заслушивают доклад начальника МВД России по Иркутской области. Одна из ключевых, по мнению депутатов, тема незаконных рубок леса. Я, кстати, делала запросы, кстати, в колющику именно по незаконным рубкам, как, куда девается та древесина, которую они в ходе рейта изымают. И мы недополучали в бюджет и огромное количество средств. На сегодняшний день я уже увидела в отчете, цифра достаточно увеличена, она составляет уже более 20 миллионов рублей. Также обсудили вопросы борьбы с наркоманией и безопасности дорожного движения, в том числе необходимые меры по сокращению числа смертей на трассах Иркутской области. Яна Романова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Это кадры, как 15-летний тюремный срок буквально падает с неба, а точнее спускается с чердака. Силовики врываются в квартиру к торговцам наркотиков в Ангарске. При проведении спецоперации полицейские задержали двух женщин, неоднократно судимых за распространение наркотических веществ. Во время обыска в квартире нашли полтора десятка уже упакованного в свертки товара, а также пластиковый пакет с героином. Подозреваемых взяли под стражу. По предварительным данным, канал по реализации наркотиков был организован в феврале этого года. Похоже, убирать алкогольные напитки с прилавков продавцам придется раньше, чем депутаты примут соответствующий закон. Дело не в моральной составляющей, а в том, что продукцию могут украсть. Так произошло в Октябрьском районе Иркутском. Трое неизвестных вошли в помещение торговой точки, разбили витрину и вытащили несколько бутылок с элитным спиртным напитком, а после ушли отмечать совершенное преступление. Фото с трофейными бутылками виски молодые люди опубликовали в одной из соцсетей. Подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники полиции. И теперь о своих приключениях с нестираемой ухмылкой на лице о ней рассказывают следователю в форме признательных показаний. Известно, что у молодых людей уже имелись проблемы с законом за аналогичные проделки. Не исключено, что этой троице придется временно ограничить себя в употреблении спиртного. За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде заключения под арест. Во второй части нашего выпуска вы увидите. Время весенней уборки уже близко. К ежегодному субботнику готовится Иркутск. Новые леса будут сажать самолеты. О технологии и местах посадок расскажем через несколько минут. А вы чувствуете себя счастливым? Повод задуматься об этом – Всемирный день счастья. И снова закрывает сезон и распродает весь ассортимент товара по фабричным ценам. Только три дня – 22, 23 и 24 марта. Отличный повод заглянуть и примерить шубу или дубленку для будущей зимы. Бальто или кожаную куртку на весну. К началу следующего сезона классическая шуба или дубленка из качественного меха из моды точно не выйдут. А цена будет наверняка ниже той, что вы увидите на ценнике в ноябре. В отличие от будущей зимы, наступившая весна еще более актуальна. Приходите в Истнова за новыми моделями кожаных курток и пальто по цене от 7000 рублей. Идеальная посадка по фигуре. Современный крой и ткани высокого качества. Новая коллекция пальто Вистнова не оставит равнодушной ни одну покупательницу. Успейте первыми оценить и самое свежее поступление кожаных курток Вистнова. Только три дня – 22, 23 и 24 марта. Закрытие сезона Вистнова. Все по фабричным ценам. Надзержинского, 19. В ТЦ «Аврора». Новый спортивный модуль строят в Ленинском округе Иркутска. В школе номер 29 уже в июле этого года появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня с проверкой на строительной площадке побывал мэр города. Сегодня в школу номер 29 с проверкой приехала мэрия Иркутска. Глава города инспектирует строительство нового спортивного модуля. Школа, которая в прошлом году отметила свое столетие, является центром района и очень нуждается в новом спортивном зале. У нас есть спортивный зал и еще малый зал, в котором проходят занятия ритмикой у младших школьников. Конечно, это не хватает, потому что три часа физкультуры в учебном плане требуют значительно большего оснащения. И наш спортивный зал маленький, а детей классы большие, поэтому очень нужен новый зал. И новый зал будет двухэтажной площадью почти полторы тысячи квадратных метров. С классом по аэробике, большим спортивным залом, раздевалками, душевыми, санузлами, комнатой для тренеров и медицинским кабинетом. Стойка началась в ноябре 2018 года. Объект планировали сдать в августе. Однако сегодня в ходе выездного совещания сроки изменились. Август месяц это поздновато. Для того, чтобы нам в сентябре уже ФОК мог принять ребятишек, надо окончить работу, конечно, чуть пораньше. В июле, но ничего этому не мешает. Я думаю, что мы в эти сроки уложимся. И в сентябре уже спортзал примет ребятишек. Сейчас на месте идет монтаж металлического каркаса, здания спортивного модуля. Все работы ведутся в рамках программы «Иркутск. Территория детства». В школе есть спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу. Создан военно-патриотический клуб. И к 1 сентября 540 учеников будут заниматься уже в новом спортивном зале. Екатерина Нерушкина и Павел Рютин. Новости сейчас. Семена хвойных пород деревьев высадят на месте прошлогодних лесных пожаров в Иркутской области. Массовая посадка пройдет в Братском и Устилимском районах на местах, где в 2018-м произошли лесные пожары с помощью техники аэросева. На участках посеют как необработанные семена, так и дрожированные. Их предварительно покрывают оболочкой из биологически активных компонентов. Так образуются гранулы, которые растворяются в почве и обеспечивают росток подпиткой, а также защищают его. Всего посеют 300 килограммов семян. Посадку будут производить самолеты с высоты около 30 метров. Сев намечен на середину апреля. Общая площадь участков составит 400 гектаров. В дальнейшем технику аэросева планируют применять для восстановления лесов в труднодоступных районах области, которые пострадали от пожаров. 600 ветхих и аварийных деревьев снесут в Иркутске. А сегодня специалисты горзеленхоза начали формовочную обрезку. В порядок приведут почти 700 деревьев. Работы пройдут на территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в парке Парижской коммуны, парке Победы в Ленинском округе, сквере у собора Богоявления на пересечении улиц Сухобатора и Нижняя набережная. Основная цель – это, во-первых, обеспечение безопасного нахождения посетителей данного объекта, а также эстетического вида как зеленого насаждения, так и в целом объекта. Ну и третья причина – это причина того, что у нас планируется благоустройство данной территории в летний период. Ну, то есть будет очень красиво, эстетично, и для того, чтобы было видно результат, все-таки нужно провести предварительную работу по зеленым насаждениям. А 1 апреля стартует санитарная уборка в Иркутске. Весь месяц город будут убирать, благоустраивать и озеленять. Приведут в порядок прибрежные зоны, территории массового пребывания горожан, парки, скверы, садоводства, площадки гаражных кооперативов и автостоянок. На дорогах проведут ямочный ремонт, нанесут разметку, отремонтируют, помоют и покрасят ограждения, дорожные знаки, информационные щиты, остановки. Запланировано более 100 мероприятий. Завершится месячник по санитарной очистке общегородским субботником. Он назначен на 27 апреля. Участвует, приглашает всех желающих. Для субботника уже купили 130 тысяч мусорных пакетов и 25 тысяч пар перчаток. В Иркутске работает единый диспетчерский пункт по вопросам проведения месячника по санитарной очистке и общегородского субботника. 52 00 33. Слабосоленая и копченая селедка, горбуша, скумбрия. Рыбу на рынке раскупают очень быстро. Продавцы даже не успевают отдохнуть от дела. Но устраивают ли жители Иркутска цены? На каждого любителя всегда найдется своя рыба. Говорит продавец со стажем Ольга Дощинская. Признается, покупатели очень требовательные. Но товар на прилавке долго не задерживается. В этом торговом центре всего два прилавка с рыбой. Самая дорогая это кета, которая стоит 985 рублей за килограмм. А самая дешевая селедка за 160 рублей. Сама Ольга говорит о том, что несмотря на изменения цен, спрос на рыбу только растет. Особенно на горбушу и скумбрию. Каждый день приходит новый товар, свежий. Быстро раскупают? Быстро раскупают, да. Поэтому всегда рыбка свежая. То есть за сколько ее раскупают? За день. То есть в течение дня? В течение дня у нас красная рыба, которая копченая, малосольненькая. Все разбирают люди. Любовь Нестерова – постоянный покупатель в этом отделе. Товар здесь качественный. Рыбу покупает не только она, но и ее знакомые. В том числе и из других районов. Рост цен на товар – проблема, которая расстраивает. Приходится экономить. Но рыбу она любит и поэтому берет ее постоянно. Практически берем постоянно красную рыбу, свежую. Но проходимость высокая, поэтому она всегда свежая. Завоз нравится очень. И в оси мы берем свеженькая. За свежемороженую горбушу придется заплатить 250 рублей. Эту рыбу относят к скоропортящимся, поэтому ее стараются продать побыстрее. Также можно сказать и про ментай, который, правда, стоит дешевле – 195 рублей. Еще спросом пользуется камбала. Она стоит 290 рублей. 250 – скумбрия. В сравнении с прошлым годом цены значительно выросли. Но иркутяне рыбу любят и покупают ее с удовольствием. Александр Гаврилов, Павел Рютин. Новости сейчас. А я напоминаю, каждую пятницу мы сравниваем цены на основные продукты питания в крупных торговых сетях Иркутска. Не пропустите нашу традиционную рубрику «Продобзор» в пятницу. За ним гонятся, его ждут, за него борются, а оно всегда приходит внезапно. Сегодня Международный день счастья. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН в 2012 году. Его цель – напомнить правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали уровень счастья, а не только экономические показатели. Для праздника не случайно выбрали день весеннего равноденствия, как символ того, что все люди на земле имеют равные права на счастье. Инициатором утверждения даты в ООН стал Бутан. В этой стране есть Государственная комиссия по всеобщему народному счастью, а привычное нам понятие «волового внутреннего продукта» ВВП заменено понятием «волового национального счастья». А счастливы ли иркутяне? Сегодня мы задали этот вопрос горожанам и не получили ни одного отрицательного ответа. Вы счастливый человек? Очень. А что делает вас счастливым? Каждый прожитый день. Я счастлива. Я забрала документы из места, где я не хотела учиться. В душе каждого должно быть счастье. Это самые близкие дети, мама. И просто элементарно, что я вижу это солнце, дышу свежим воздухом. Ноги несут, куда я желаю. Руки дотягиваются до того, что я желаю. Да, очень. А что делает вас счастливым человеком? Музыка. Мы на конкурсе, у вас в Иркутске. Кубок Байкала. Меня делает счастливое то, что я могу выступать, ездить по разным странам. Я уже много где выступала. Я очень. Мне 70 лет, и я ухожу на пенсию. Мои дети, мои внуки, моя работа. У меня все приносит счастье. Стараюсь быть. Иду к этому. А что делает вас счастливым? Скорее бы весна наступила. Я бы такая счастливая. Спасибо. Хорошо. Она записывает собственные сны, чтобы их нарисовать. Иркутская художница Катерина Томилова создаёт максимально фантастические и удивительные детальные графические работы, где в основе сюжета ложат сновидения. Первую персональную выставку автор откроет в субботу. А сегодня с Катериной встретилась наш корреспондент Марина Беклемишева. Эти картины продолжаются на стенах Иркутской галереи современного искусства, потому что сны границ не имеют. Свою первую персональную выставку Катерина Томилова превратила в чёрно-белый фантазийный мир сновидений. Только отсутствие цвета не делает её графику однообразной, даже наоборот. Белые пятна на бумаге – простор для воображения зрителя. У многих людей во снах нет цвета. Мозг у нас так воспринимает всё это. А я не хотела в эту графику вкладывать цвет, чтобы не направлять на какую-то определённую историю. Для меня листья могут быть зелёными, красными, фиолетовыми, синими, а для человека – пурпырными в золотую точечку. И не хотелось как-то останавливать вот этот полёт фантазии самого человека при помощи цвета. Все эти сюжеты – сны Катерины. Она записывает их сразу после пробуждения, чтобы потом воссоздать тушью на бумаге. И это не только приятные грёзы, но и кошмары. Страх, грусть, одиночество – всё, что может ощущать человек во сне. Но больше, конечно, счастья и любви. Работа над графикой напоминает медитацию, говорит художник. Тысячи маленьких линий, миллионы деталей, которые лучше рассматривать в сотворчестве с мастером. Катерина даже придумала алгоритм для своих зрителей. Первый этап – когда вы просто приходите и смотрите на них. Как они к вам откликаются, что вы чувствуете. Второй раз надо пройти, прочитав название, потому что не все названия прямо в лоб. И третий раз надо посмотреть, прочитав описание. Очень интересно проследить не то, как я это сделала, а как у вас переворот произошёл, осознание этой работы. Очень интересно покопаться в себе, так сказать. Например, здесь кто-то увидит просто воинов. А в мире художницы – это двое влюблённых, которые воюют по разные стороны и могут встречаться лишь в сновидениях. Разгадывать дыхание сна в галерее современного искусства можно уже с субботы. Марина Беклемишева, Константин Синицын. Новости сейчас. 30-й традиционный турнир по баскетболу на призы «Восточно-Сибирской правды» среди учебных классов стартовал сегодня в Иркутске. В соревнованиях участвуют лучшие команды из Иркутска, Киринска, Уссули-Сибирского и других городов области. Особенность состязаний в том, что спортсмены учатся в одном классе, а не являются игроками сборной школы. Отбор был первый этап – это внутришкольные соревнования. Данные соревнования – отличный шанс для спортсменов проявить себя и сыграть на всероссийском уровне. Кстати, многие звезды отечественного баскетбола начинали свой путь именно так. Дмитрий Глаголев взял золото на специальных Олимпийских играх в Абу-Даби. Он стал лучшим в самой сложной программе – выездка в уровне А. Шаг, рысь, голоб – это был один из самых многочисленных дивизионов. Дмитрий обошел соперников из Бельгии, Ирландии, США, Польши, Нидерландов и Англии. Глаголев – воспитанник фонда «Тихомировы», в которой давно занимается ипотерапией, проводит тренировки для людей с ограниченными возможностями. С вами были новости. Сейчас мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА